Субтитры сделал DimaTorzok Доброй ночи! Настроение хорошее, время полвторого ночи. Я уже говорил слово ночи, да? Полвторого ночи. Сейчас виделись с Лизой, с ростом. Они мне сказали, Жень, как тебе хорошо, когда ты был лысым? Когда я постригся на лысый, вообще с короткой стрижкой. Я, кстати, хочу заметить, что мне огромное количество людей написало о том, что мне очень хорошо. Ну вот, грубо говоря, вот с такой длиной. Нет этой непонятной челки. Вот у меня, кстати, уже челочку можно делать. Нет этой непонятной челки. Выгляжу я и брутально, и интересно, и симпатично. Ну и скромность, конечно, моя, она... Не бывает лучше. Доброй ночи, да. Смотри вот этот улет. Да нет, он нормально вылетел. Он-то просто резко вылетел? Это он резко вылетел? Нет, он вылетел, он по своему ряду едет, Саша. А я откуда знаю, может, в мой ряд придется? Понятно, но... Я же потом не пристраховалась. Вот нафиг. Ты что? А ты что переживаешь, что ли? Я поеду, накажу. Не надо, и тебе говорю, сейчас бензин кончится. Ты прикалываешься, что ли? На заправке надо доехать. Нормально. Педали покрутишь, доедем. Педали мы не докрутим, Саша, это автомат. На каком педали мы докручивать будем? Уже не на механике, что там толкать можно было. Так, ребят, не, а мне с челкой больше нравилось. У Саши что, зеленые галоши? Калоши? Да, калоши, калоши зеленые. Калоши, ты. Тебе в гусары надо. Может быть, брат, может быть. Бедный Женя, почему бедный? Я счастливый, богатый человек. Кстати, никогда никому не говорите. Вот знаете, есть, я не могу сказать, что по фэншую, но есть такое поверье, что нельзя никогда говорить, что ты там бедный, или что-то у тебя не получать. Или знаете, вот такие фразы такого рода, как ничего себе. То есть ты тем самым ничего себе не желаешь. Поэтому, ребят, старайтесь ограждать себя от таких фраз, ничего себе, или там бедные, несчастные. Не нужно. Вы счастливые, у вас все получится, все будет очень хорошо. Хорошо, посылайте хорошую энергетику. Ладно, Женечка, как зовут вашу дочь? Мария, с днем рождения тебя, Виктория 20. Я же не сказал, вот скажи мне, пожалуйста. Верно, в натуре усы сбреет. Что думаешь о бомбежке и в Иране? Ничего не думаю, ребят. Ничего хорошего. Ничего не думаю. Я знаю одно, что мы живем в России. И в России по телевизору показывают и рассказывают так, как нужно российскому правительству. Поэтому я дальше комментировать не хочу. Ребят, вы выезжаете в Европу. В Европе по телевидению вообще другое говорят. Выезжаете на Украину, там говорят совершенно другое. В России третье, понимаете? Российское телевидение включаешь, и ты целыми днями слушаешь о том, как все плохо, как все нападают на нашу бедную Россию, как нас все ненавидят. Да это полная чухня, ребят. У меня вообще ощущение, что наше руководство и та же самая руководство Германии и руководство Америки, они все встречаются периодически, пьют амаретто и смеются над нами, над всеми. Ну, то есть, ну, это мое личное. Юрий Башмед, фестиваль искусств, когда... Женя, с кем с Дома-2 общаешься? Ни с кем я не общаюсь, ребят. Какой Дом-2? Забудьте, пожалуйста, про Дом-2. С Андрюхой Черкасовым общаюсь. И с Венчиком. Как, если говорить о Доме-2, о настоящем живом, то только с Андреем Черкасовым. И с Венчиком. С Руссией еще периодически. Венчик передает всем привет. Тысяча процентов. Вот и я тоже. Белугу пить надо. Белугу не люблю я, Белуга меня расстроила. Вот, сейчас хорошая водка, чистые росы. Ну, вот прям, завтра возьму ее. Мы завтра уезжаем на много-много дней. Задойнову позвонил. Пригласил меня в апреле на свадьбу. Встретился с девочкой. На Новый год сделал ей предложение. В апреле свадьба. Пригласил нас с Сашей. Поэтому поедем. Я читаю, читаю, ребят. Я читаю то, что нужно читать. Куда едем? Домой едем, ребят. Сегодня встречались с нашими друзьями. Посиделим в странничке. А вот, хорошо посидели. Минус 30к. Но, я вам так скажу. Вот мы с Сашей вышли, мы проводили Лизу с Ростом, посадили. Шли к машине и рассуждали о том, что как быстро летит время в хорошей компании. Вот мы сегодня были в потрясающей компании. И сегодня получили массу удовольствия. Я хотела повернуть ее. Почему Нелли рассталась? Я без понятия, ребят. По поводу Нелли, пишите Нелли. Почему она рассталась? Схема нарасталась? Без фар едет. Ну, понятно. Не гони, не гони. Нам заправка нужна. Лап, нам надо в правом ряду. Вон, от нефти хотя бы. Давай заедем. Заправимся там на 3000. Ищи это. Поедем это. Что за тормоза? Шурику привет. Санечка привет. Салам из Душанбе. Валеку, салам, братья мои. Душанбе привет большой. Дочка с мамой. Завтра уезжаем. Да, уезжаем. Мы завтра уезжаем. Большой компанией. Мы завтра уезжаем. И Лиза, и Рост, и дети их. Заезжаем? Да, да, заезжаем. Ну, где здесь к ним поворот. Потом у нас Леха с Яной, с детьми. Короче, у нас завтра будет 5 детей. Уловка может подъедет. Очень много будет у нас взрослых. Завтра мы уезжаем на 5 дней. На правду. В общем, завтра будет весело. Завтра будем жарить мясо. Иди заправлю. Пить водку. Ну, водку пью один я, кстати, из наших друзей. Все на пиве. Все, короче. Все на пиве. Вот, допустим, Рост Лизан, он водку не пьет. Но он может выпить за вечер 8-9 бутылок пива. Вот. И при этом пытается меня убедить в том, что это для здоровья полезнее. Да, вот сюда. На третью заезжай. Лап, на третью заезжай. На третью вот сюда заезжай, Кисуль. Для меня на вторая. Я понял. У тебя отпуск? Да у меня как-то не отпуск, ребят. Я, слава богу... У меня такая работа, что у меня каждый день отпуск. Сейчас, подождите. Машину заправим. А ты иди заправлю. Только воткни, Розалят. Час, я тебя воткну. Хеллоу, ребят. Приветики. Очень хорошо вам погулять, дорогие. Я вас люблю. Потому что погуляли, спасибо. С Новым годом, Евгений Александрович. С Уральска. Мы тоже пьем водку. Что-то поздновато. Ну, а что мы поздновато? Вот погуляли и домой. Рада, что нашел свое счастье. У тебя все круто. Как у Сашиной бабушки здоровье. Спасибо. Уже намного лучше. Вот. Бабушка дома. Спасибо, что переживаете. Мы прям огромный стресс пережили. Бабушка там находилась. И мама постоянно ездила к бабушке. Помогала ей. Сами красотка. Спасибо. Ой. Ну вот, мне кажется, у Женьки, кстати, по добре аудитория. Как форма приходишь после родов. Девчонки, я сейчас вообще ничего не делаю. Я должна была на массажах ходить. Сейчас не хожу. Пока праздники. То первое, то второе, то третье. И как-то вот... Ну, значит, не сильное желание у меня сейчас ходить на массажах, худеть. Я просто замечаю, что как только меньше начинаю есть, молоко становится меньше молока. Ем нормально, нормально все. Вот такая какая-то тема. Поэтому худеть даже не хочу об этом говорить. Вот. Немножко больной вопрос. Ну, я не могу сказать, что я комплексую. Ну, мне просто некомфортно в этом весе. А так нормально. Вот. Привет, Саша Листова. Привет. Здорово, ребят. Да, поехали. Ну, вот он. Да, вот там вот на это и левее пошло. Сашка, у тебя губки свои. Ребята, все у Саши свое. Саша похорошела, потому что я вам сейчас объясню. Женщина хорошеет тогда, когда вокруг нее зона комфорта, она... В общем, я так скажу. Грубее. Зона созидания, она намного больше, нежели зона разрушения. Поэтому у нее все хорошо, у нее растет дочь, она здорова, у нее там все нормально с мужем. Да, там муж с прибабахами, с какими-то определенными, с тараканами, но... Слушай, и эта цепля фара едет, как будто этот мотоцикл вообще не помню, в чем дело. Ты что так реагируешь? Нет, мне просто это не нравится. Что не нравится? Это то, что водители так ездят, понимаешь? Ментов на них не хватает, ГАИ, ДПС. Ладно, ты что, мусорская что ли, Сань? Пусть еду спокойно. Мы же по черной двигаемся с тобой. Ну, типа красная. Ну, короче, кто в теме там сейчас? Лялька спать вам дает? Дает, ребят, все хорошо. Ты молчила, знаешь, вот как всегда скажешь, и потом... Да, последние два дня, честно говоря, она, знаете, что-то как-то так эмоционально возбуждена. Последние два дня, то есть ты ее укладываешь спать, она тут же просыпается. Укладываю, так раза три-четыре надо ходить. Ну, я думаю, что это связано с тем, что мы сняли балдахин, постирали его. Вот сегодня, сейчас я приеду, его повешу. И я предполагаю, что просто визуально она теряется, она не понимает, где она находится. Потому что маленькие детки, они все равно привыкают и к запаху мамы, голосу, там, папы, мамы. Стабильность. Да, к стабильности. Нужна стабильность для маленьких грудных детей. А когда она лежит в люльке и смотрит вверх, и не видит балдахина, не видит там каких-то игрушек, которые висят, то она, конечно, теряется и пугается. Поэтому сейчас я повешу, и я думаю, что сегодня все нормализуется. Другой причины я просто не вижу. Потому что, ну, с Сашкой сейчас летим домой очень быстро, потому что у нее груди как дыни. Ну вот, набухли, слава богу, она... Ну как слава богу, мы уже соображаем, она нацедила молока. Мама сейчас покормила, сейчас мы едем, тоже сейчас докормим, купать и спать. Вот так вам расскажу. Эти усы уже такие неаккуратные, надо их постричь немножко. Вы крутые, да, спасибо огромное. Мы своего тоже укачать не можем. Может погода. Не знаю, может погода. Ну вот, да, вот происходит что? То есть мы, я его укачиваю, дочку укачиваю, или Саша, она засыпает. Кладешь ее в кроватку, проходит 30-20 секунд, начинает плакать, звать. Ну вот, и вот с третьего, четвертого раза, может погода, не знаю. Видите, я вот считаю, что может быть с балдахином связано. Сегодня попробуем балдахин. Потому что с другими, с другими какими-то вещами связано быть не может. Потому что она у нас, еще, знаете, если вы, допустим, это вам мой совет, ну это мои предположения. Если вы ребенку показываете грудному телевизор, или там планшет, или включаете телефон, чего мы, кстати, не делаем с Сашей, категорически против этого всего, то может быть те картинки, которые он видит в течение дня, они приходят ему в голову в тот момент, когда он засыпает, и он пугается, и от этого просыпается. То есть, эмоциональное возбуждение внутреннее. Но у нас нет, у нас стабильность, у нас график, у нас мы с графика не съезжаем. Сейчас станет чуть постарше, я думаю, что где-то с полугода мы будем уже, конечно, ее перекидывать на часов 12, на 11 вечера, чтобы она у нас засыпала. Но пока она спит так, как удобно нам. Мы взрослые, мы родители. Просто она изначально так выбрала, и потом мы уже подстроились, и теперь всем... Да, мы подстроились потом в каком-то моменте, она под нас подстроилась. То есть, ну вот, в общем, сейчас нам комфортно. Хорошей ночи вам, правильно. Спасибо огромное, ребят, вам тоже прямо, прямо, Лополь. Хорошо, мы прямо сюда пойдем. Ну вот, прямо и направо порочишь на этот нам катал, на юг уходишь. Или на север. Женьшень, приветик, привет, дорогая, привет. Привет, всем привет. Привет, Саша и Женечка, счастья вам и благополучия, Оля Ураль. Спасибо огромное, Олечка, взаимно. А во сколько она засыпает в ночь? Ребят, ну, до двух ночи она засыпает. Позже двух она не засыпает. Ну, в два она у нас уже спит. В два часа ночи, поэтому мы сейчас торопимся домой. Сейчас быстренько. Сегодня ляжет немного попозже, потому что сейчас надо искупать. И Сашка сейчас к груди прикладывать. Это все займет где-то еще час. Ну, до трех, я думаю, ляжет. Так, конечно, в два она у нас уже спит. Кстати, удивительное дело. Она у нас может спать весь день, грубо говоря, да, или может бодрствовать весь день. Но в два часа ночи она все, она начинает засыпать, она начинает тереть глазки, начинает волноваться и всем видом показывает, что, дорогие мои родители, до свидания, мне нужно ложиться спать. Вы прям две половинки. Спасибо огромное. У нас тоже малявка. Я вас поздравляю. Ребят, самое главное, самое главное, это чтобы ваши дети были здоровы. Вы знаете, я не знаю, происходит ли это с вами, но со мной это происходит однозначно. Я просто не знаю, как у Саши, я предполагаю, что так же. У нас, когда дочку что-то мучило раньше, сегодня нет, вот колики, допустим, были. У нас их несколько раз. Я клянусь вам, до слез, до слез, ребят, до слез, потому что вот эта беспомощность, ты начинаешь расстраиваться, нервничать из этой беспомощности того, что ты не можешь понять, что происходит с твоим ребенком. Но так как у меня, допустим, есть определенный опыт, у Саши в руках есть опыт в лице мамы, в виде интернета, то мы прекрасно понимаем, из-за чего могут быть связаны ее истерики, слезы. Но когда она начинает плакать, когда начинает плакать ребенок, я всегда ей говорю, Саша меня за это ругает, я всегда, и Саше это говорю, когда она тоже болеет. Я говорю, Господи, отдай мне всю эту боль, лучше я ее переживу, чем моя дочь. А Саше говорю всегда, отдай мне 50% своей боли, я лучше переживу ее с тобой. И она у меня всегда в этот момент, Сашка, начинает плакать и расстраиваться. Но я всегда говорю так, а по поводу детей 100%. Пусть лучше я болею, пусть лучше у меня болит, только не у наших детей. Я думаю, что сейчас меня понимают родители. Прививки, прививку сделали, одну прививку сделали в роддоме, когда у нас сейчас мы сдали кровь, мы сдали мочу. Вот, сейчас поедем, мы сейчас уедем на 4 дня, потом приедем и тут же на следующий день едем делать, как БЦДшка или как называется? Ну там 3 в 1 европейская. АДС. АДС, ну как-то короче. Да, сейчас будем делать прививки. Мы очень долго думали по поводу прививок, потому что у нас есть огромное, ну не огромное количество, но есть знакомые, есть друзья, которые вообще прививок не делали своим детям. Много информации в интернете, сразу говорю, в интернет вообще заходить не стоит, нет никакого смысла. Но мы решили с Сашей, что мы сделаем все прививки, дабы потом, в будущем, ни о чем не жалеть, понимаете? Если не дай бог, что-то где-то. Как Митя поживает? Ребят, Митя поживает хорошо. Ему уже 11 год. Он отличный парень, он очень смекалистый, он красивый. Он очень коммуникабельный. У него огромное количество друзей. У него был день рождения. Пришло там порядка 15 детей. У него есть подружки, которые с Лондона, девочки, которые разговаривают на чисто английском языке, с которыми он дружит, общается. Ну, как общается? Пытается общаться, но они помогают ему в разговорном английском. Он занимается с преподавателями. Он изучает еще турецкий язык. То есть, сейчас на него идет такая серьезная нагрузка. Смысловая, я имею в виду. Но я уверен, что он со всем с этим справится. При всем при этом он остается очень жизнерадостным, очень благодарным и очень смышленым парнем. Но есть кого. Мы очень по нему скучаем, Саша. Я, в частности... Так, прикольно. Да. Так. Но я думаю, что... Расскажи про рюкзак. Все происходит так, как должно происходить. Да, Саша просит, чтобы я рассказал про рюкзак. Нашли его. Я такого никогда не видел. Прикольный рюкзак. С экраном. С экраном сзади, да. Хорошие вы. Люблю людей с хорошим чувством. Спасибо огромное. Спасибо большое. Прививки, выбор каждого. Чего спорить? Согласен абсолютно. Поэтому здесь я никого не осуждаю, кто их не делает. Никого не воспаляю, кто их делает. Ну, мы приняли решение сделать эти прививки. Хотя у нас много людей, которые говорят, ребят, они не нужны, эти прививки. Нет никакого смысла, потому что врачи по большей степени, педиатры, которые связаны с детской медициной, по большей степени они все менеджеры, продажники. Ну, в том плане, что им нужно продать побольше прививок, потому что есть определенная статистика, которую они должны выполнять к концу месяца. Ну, а, ребят, нам будет так спокойнее, мы с Сашей приняли решение сделать. Учитывая то, в какое время мы живем, какая экология. Просто, значит, пугает момент, знаете, что вот горь появляется, страшная болезнь. Да, постоянно же появляются... Очень тяжело лечиться и дается. Постоянно появляются, да, какие-то болезни. Вот это вот страшно, и причем она прогрессирует. Вот она идет с Украины, с Европы. Отовсюду она идет, Саш, не обязательно с какой-то страны они... Ну, то есть просто любую болезнь можно подхватить и от родственника по крови, понимаешь, он может притащить в дом. А, ладно. Почему Саша лечится не в вашей стоматологии? Почему? В моей. Она сегодня была. Сегодня была и вчера была. Почему? В нашей стоматологии. Там она была. Еще бы отправлять ее куда-то. Никого не слушайте, все правильно делаете. Мы тоже делаем. Спасибо. Не нужны прививки? Ну-ну. А они видели детей, которые не болели? Я... Нет, нет, ребят, я говорю о том, что наоборот, мы с Сашей, мы думали, но мы пришли к тому, что прививки нужны. Прививки нужны. Но опять же, я не буду осуждать людей, которые не делают. Это их выбор. Дагестан, привет большой, ребят. Правильно, что не ведетесь на пропаганды против прививок. Да, ребят, сделайте, сделайте пентаксин вместо АКДС. Легче переносится. Ребят, АКДС переносится легче. Объясню почему. Потому что там сразу три или четыре прививки. Вот. Не надо. Ты вот сейчас вот наговоришь. Все время забываешь. Согласен. Я сейчас вот начирикаю. Я же еще тот воробушек. Вы же знаете. Сейчас начирикаю этот лишнего. Ну, то есть, не то, что лишнего, а недостоверная информация. Да, это дело каждого, ребят. Дело каждого. Как вы считаете нужным. Вот я вам так скажу, скажу за себя. Лично я внутри чувствую, что они не нужны. Что у нас все нормально. У нас слава Богу. Я Бога благодарю за то, что у меня Саша абсолютно здоровая. Она без вредных привычек. То есть, на меня надежды не было особо. Вот это и Бог. Все, да. Все здоровье, все вытянуло Саша. То есть, ребенка. Поэтому внутреннее мое ощущение, что они вообще не нужны, эти прививки. Честно. Я бы не делал бы их. Но у меня Сашка, она будет, Саша, она будет спокойнее. Ей будет так. А что ты на меня все это скидываешь? Сам такое же. Мне нравится. Нет, ну я просто в этом плане тебя поддерживаю. А когда я говорю о том, что мне все равно, это говорит о том, что у меня нет особенной по этой позиции. По этому поводу позиции. Но если ты хочешь этого, то я с тобой соглашаюсь. Понимаешь, о чем я? Спасибо огромное. В Пентаксине все это есть. И АКДС просто она иностранная. И раз... Ну вот у нас по плану... Щепленная вакцина. Подожди, АКДС... Пентаксин делать. А те... У нас Пентаксин по плану, да? Да. Какие тарифы у вас на проведение свадьбы? Ребят, по поводу денежных вопросов, все пишите в директ. Кстати, я сегодня был в эфире. И мне такое большое количество людей написало про свадьбы. Я всем ответил. Уже готовятся к лету. Просто забивайте сразу даты. А то, знаете, потом получается, даты разберут у Женьки. Ой, а мы тоже на эту ходим. А эта дата занята. Ой, надо же было раньше суетиться. Просто вы потом просите свадьбу, да, чтобы Женька провел. За неделю, за две или за месяц. Потому что заранее всегда. Потом, ну, чтобы не жалели. Потому что сколько вот ребят жалели, что вот у них дата, а их дата уже занята. Вот 24 июля, да. А очень популярная дата. Максим, привет тебе тоже в Новороссийск. Привет, большой привет. Поэтому бронируйте заранее, пожалуйста. Чтобы вот ваша свадьба реально круто прошла. Это вот я вам говорю не как просто вот жена ведущего. А потому что Женька реально... В Европу, да, мы в Европу. Мы в феврале у Саши улетаем на две недели в Турцию. Потом мы после Турции в марте летим в Германию с Сашей. Мы летим туда крестить дочь нашу. Ну, либо отец вылетим. Не-не-не-не-не, мы сами полетим в Германию, не надо нам. Я хочу побывать там и поэтому... Там отца Валерия у нас огромный дом. Поэтому да, в Европу летим. И баня там, и сауна, все прям классно. В Европу летим, да. Жень, какие должны быть ценности у настоящего мужчины? Слушайте, ну я думаю, что этот вопрос больше адресован к женщинам. Потому что... Щедрость. Судите, щедрость, Саша вот говорит, щедрость. Я считаю, что сдержанность. Сдержанность и рассудительность. Потому что женщины по своей натуре очень эмоциональные. И мужчина, он на то и мужчина, что он должен все это сдерживать, останавливать и... И еще вот этот фонарик, не помню. А? И еще вот это. Это камера заднего вида, тебе на экран переносится. А это я ее выключу, получается. Да, выключено. Но тогда только надо выключить. Это надо в этом, в компьютере подключить. Католические будни... Нет, вы что вы, ребят, православные, я христианин, я... Молитвы читаю с сутками. У него приходится в православной церкви, в Баткисингене тоже приход. У него два прихода. Это вот как Баден-Баден, Баткисинген, два курента. У дяди, да, у дяди, у... Меня там крестили в Германии, мне было, сколько, 12 лет. Меня покрестили, и именно в этом приходе жило семейство Романовых, вот, нашего императора Николая II, семья его, он вместе с ними. Мы ели из их посуды, мы жили вот прям именно в той комнате, где они подживали. Вы поняли, спали на их кровати и кушали из игрушки. Я серьезно, да. У Сашкиного дяди два прихода. Их портреты там висят как будто живые, вот они на тебя смотрят и только отворачиваешься, они прям как-то так ущеми глазами моргают. У меня тоже были раньше приходы. Жень, что тут такое говоришь? Женька, блин, видели, Австралия горит, так жалко животных. Ребят, да все жалко, это природа. Это природа. Вот когда горит, когда что-то горит из-за вмешательства природы, то не жалко. Правда, не жалко. То ли это молния, то ли это еще что-то, ну как не это еще что-то, либо молния, либо ничего больше. То это вмешательство природы, это не жалко. Жалко. Вот, а жалко, когда, понимаете, когда вот, допустим, Москва сегодня без снега в январе месяце, когда плюс три днем. Жалко, потому что это все связано с экологией, ребят. С экологией, с загрязнением. Я восхищаюсь Грузии, которая отказалась полностью от пакетов. Вы знаете ли об этом, кстати? Это мне раздражает, ты в азбуку заходишь, я стараюсь никогда не брать вот эти вот пакеты. Да, 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 кстати. Сука, они постоянно их навязывают. Да, пытаются навязать. Думаю, блин, ну... А там пакеты... Да нет, 15 рублей стоит пакет. Во-первых, мне жалко за эти пакеты деньги, во-вторых, мне сейчас, сука, раздражают, что на этих пакетах пишут. Типа, чем меньше вы покупаете пакеты пластиковые, тем лучше вы делаете в природе. Короче, смысл такой. Ну да, типа они на своих пакетах азбука пишут, что там какое-то расщепление у них, и они такие, типа, экологические. Ну, короче, бредятину полную. Грузия, ребят, отказалась полностью от пластиковой посуды и от пакетов, чтоб вы знали. Пластиковой посуды и пакетов в Грузии нет. Ну, я не знаю, так говорят по телевизору, я не был там конкретно, лично не проверял. Да, говорит, это правда. Правда, да, нету? Ну, молодцы, ребят. Зато есть бумажные. Ну, вот. В Грузии сейчас 11 градусов тепла, ну вот дай бог. Я очень хочу в Грузию, в Армению. Очень хочу. Ребят, скажите, в чем плохие пакеты и пластик? Ребят, они плохие тем, что эти пакеты выбрасываются на свалку, и там, ну, для того, чтобы пакет, он расщепляется в земле. Для того, чтобы потом земля стала пригодной для чего-либо, для выращивания чего-то, для того, чтобы там росла трава, которую бы поедал бы все. Тысячи лет, ну, что что? Ну, не тысячи, но лет 200-300 должно пройти. Поэтому, ребят, ну... Это один пакет. Все, что сейчас происходит, даже... А я забит как? Так, кукуруза ваша с вами... Нет, она дома, Женя, откуда ты родом? Я из Душамбе, с Таджикистаном. Кукуруза, а кукурузка, ласка. С Душамбе, с Таджикистаном. А, аж кукурузка. Ребят, я вам так скажу, меня Саша постоянно ругает за это. Я считаю, что настало время этот мир конкретно взбудоражить. Либо это должно быть какие-то зомби должны быть. Ну, это что-то должно произойти. Ну, так, чтобы это не отразилось на моих близких. Но что-то должно произойти, должна произойти какая-то перезагрузка, ребят. Потому что так долго продолжаться невозможно. Ну, нельзя просто. Я не отношу себя там к людям, работающим в Гринписе или там бегающим за пакетиками или за мусором. Ты ешь мясо, носишь кожу. Да, я ем мясо, ношу кожу, да. Ну, я рассуждаю, как обычный обыватель. Я этого не вижу, как убивают животных. И вроде бы я такой, ну, честный перед всем, перед этим. Но это все ложь. Я вегетарианцем никогда не стану, я мясо обожаю. Я говорю за другое. Я говорю за экологию. Ну, потому что, короче, должна произойти перезагрузка, ребят. И должно произойти, зомби должны быть, поняли? Кто смотрел, добро пожаловать, Зомби Лэнд, последнюю часть. Но только что в зомби были вот такие, как Гомеры. Помните, они там распределили, у них было распределение зомби, там, Гомеры, ниндзя. Вот, и эти, Хокинцы. Хокин, да, это Хокин был, этот второй вид у них, которые умные были. Гомеры должны быть, ребят. Ты балабол? Ну, в своих эфирах, да. Ну, вот, на той эфиры. Балаболик. Привет, Новороссийск, привет огромный. Да, 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 да. Перезагрузка, Лида, хватит умничать. Ты же комик. За экологию будут говорить учить. Я же тебе об этом и сказал, что я к экологии никакого отношения не имею, потому говорить за это не буду. Я говорю про то, что должна какая-то перезагрузка произойти. Это было бы круто, ребят, было бы круто. Было бы круто. Где Танос, его за ногу, с его перчаткой, чтобы вот так. Бах! И все. И половина нет населения Земли, и все. Кузин, Кукурузин Евгеньевна, так и записали. Да, так и записали. Едет Ереван, вы будете в восторге. С удовольствием, Ереван, Двилиси. Нормально звоните, пожалуйста. Сейчас будем, да, все. А что звонить, мы к дому подъезжаем. Все, ребят, всех обнимаю. Всем всего хорошего. Я думаю, что огромное количество людей есть, которые меня в этом поддерживают. Всем доброй ночи, люблю вас.